Доброе утро, дорогие друзья. Итак, закончился Йемки-Пур, но не закончилась недельная глава и не закончилась Тора. Мы с вами читаем недельную главу Гаазину. Еще сегодня ее читать будем, может завтра в шаббат. Поэтому недельная глава Гаазину. Предписывающая заповедь в этой недельной главе для мужчин написать собственный свиток Торы. Причем сказано, а теперь напишите себе песнь эту. То есть напишите себе Тору, в которой есть эта песня. Рамбам говорит, что речь идет именно о песне, записанной в главе Гаазину. Вот эта песня. Она вмещает в себя прошлое и будущее. Она вмещает в себя все. Но давайте попробуем сделать какой-то из этого вывод. Вдобавок сказанному мудрецами всех поколений о причинах, почему человек обязан написать собственный свиток Торы, даже если получил его в наследство. Раф Найман, простите, это ученик Раби Соловейчика, приводит свое объяснение. И звучит оно следующим образом. По его мнению, Тора указывает на важный принцип очень. Один из основных принципов сохранения вообще Торы в мире. Исполнение Торы человеком не должно быть одной из заповедей привычных людям. Тот, кто исполняет заповеди Торы только потому, что получил такую традицию от своих родителей в наследство, не следует путем Торы. Вдумайтесь в это. Наши мудрецы указывают, что пусть каждый день будут слова Торы новыми для тебя. Новыми в твоих глазах. Намек на это содержится в повелении Торы, написать свиток, вот в этой недельной главе, даже если ты получил его по наследству. Ибо таков путь Торы. Постоянное обновление и понимание своего нового углубления. Вы посмотрите, Тору когда читаешь, каждый раз, каждый год ты читаешь Тору по-новому. Хотя, казалось бы, все одно и то же. Восприятие Торы как какого-то старого, древнего, может привести к тому, что жизнь по Торе превратится в рутину, лишенную всякой прелести и вкуса. И говоря об этом, Раф Наймен рассказывал, что присутствовал однажды на собрании раввинов в Вильно, где выступал Хафицхайм. И он говорил следующее. Если мы хотим узнать, доволен ли какой-то мастер, сапожник или столер своим ремеслом, мы можем с легкостью определить это. Если мастер передает мастерство своим детям, это верный знак, что он доволен своим делом. Однако, если он посылает сына учиться другому ремеслу, значит, собственно, его не устраивает. Поэтому, если мы хотим разобраться в своем отношении, как у нас дела с Торой, с заповедью, можем использовать тот же принцип. Если мы наставляем наших детей на путь Торы, ее заповедь, это знак того, что мы любим Тору. Но если мы видим отца, который, не дай бог, не слишком заботится, чтобы сыновья продолжили путь Торы, хотя был бы рад, наверное. И очевидно, что он безразличен. А безразличие – это самая страшная духовная болезнь. Хуже нет. Расскажу короткий диалог между Рэбе и его учеником. Ученик говорит, Рэбе, Рэбе, как вам удается жить в мире с самим собой, с людьми? Он говорит, Рэбе, надо любить людей, научиться прощать. Я умею прощать, это делает меня таким. Рэбе, неужели вы можете простить предательство? Он говорит, да, могу, потому что предательство часто идет от незнания, а не от злого умысла. А вы можете простить измену? Он говорит, да, измену тоже, потому что, изменив и вернувшись, человек получил возможность сравнить и выбрал лучше. Вы можете простить Рэбе ложь? Он говорит, ложь – это вообще меньше из зол. Потому что часто бывает, что люди врут от безысходности, осознания собственной вины, или из нежелания делать больно. Это, в общем-то, положительный показатель. А что еще ты можешь простить, Рэбе? Я могу простить злость, так как она кратковременно, сказал Рэбе. Могу простить резкость, так как она бывает спутницей огорчения. Огорчение невозможно предугадать и проконтролировать, каждый огорчается по-своему. Я могу простить обиду старшую сестру огорчения, так как они часто вытекают один из другого. Я могу простить разочарование, так как оно следует вместе со страданием, а страдание очищает. Рэбе, так вы можете простить все. Я вот завидую, я просто при любом испытании сразу гасну и потух. Ты не прав, говорит ему Рэбе. Никто не может прощать все. Но ведь вы мне только что рассказывали другое. Нет, то, о чем я говорил, на самом деле я могу прощать и прощаю бесконечно. Но есть на свете то, что простить нельзя. Потому что это убивает чувства, разъедает душу, ведет к тоске и разрушению. Это причиняет такую боль, что даже великое чудо не может изменить. Это отравляет жизнь всем. Это ранит сильнее измены, предательства и задевает хуже лжи. Что это, говорит Рэбе? Запомни, самый страшный рак чувства это равнодушие. От него нет лекарства. Понимаете, вот сидят люди, слушают урока. И каждый выносит собственные впечатления. Один проникается темой и решает улучшить свой путь, подняться и справиться. А второй остается равнодушным и безразличным. Поэтому, преодолевая безразличие, мы должны проявлять участие в жизни окружающих людей. Мы должны сострадать, желать им добра, молиться о них. В Талмуде сказано, что тот, кто может молиться о больном и не молится, как будто проливает его кровь. В Торе есть секрет великого успеха. Сказал Маше, помните Маше, увидел куст и сказал, посмотрю на это зрелище, повернулся и подошел. Это значит, что если бы он оставался безразличным к этому зрелищу, если бы не повернул лицо, продолжал бы следовать своим путем, не было бы Маше, скот он бы продолжал пасти, евреи были бы в рабстве, а куст продолжал бы гореть. Один поворот головы, все меняется. Бог ему открылся, послал спасти народ и так далее. Кто знает, сколько благ и чудес ожидало нас, если бы мы безразлично не прошли мимо той или иной ситуации. Но и это не страшно. Впереди еще много кустов и много возможностей, которые дарует нам Всевышний. Надо только с самого утра, открывая глаза, напомнить себе о том, что я могу быть сегодня любым, но ни в коем случае не буду безразличным. Браха вацлаха.